Гонщики на велосипедах класса «Тандем» из Санкт-Петербурга, Тулы, Красноярска, Свердловской и Умской областей разыграли награды Кубка России среди спортсменов с нарушением зрения. Людмила Торопова из Красноярска выступала в паре с амичкой Викторией Гришечко. Недавно образованный дуэт оказался столь удачным, что девушки смогли завоевать сразу четыре награды высшего достоинства в классическом гите, гите с ходу на 200 метров, спринте и гонке-преследовании. Я очень довольна, что у меня такой появился лидер, как и Вика, и мне очень понравились даже вот эти гонки, я таких эмоций еще не получала. Мы вместе буквально одну неделю, то есть у меня до этого проходили соревнования по Мэдисону, чемпионату России, и у меня не было времени даже тренироваться. То есть буквально за два дня до старта мы сели только на «Тандем». Договорились друг с другом, начали чувствовать друг друга. То есть у нас хорошее отношение в экипаже. То есть я очень рада, что у меня такой пилот есть второй. То есть мы будем работать и с каждым стартом улучшать результаты. Среди мужчин успешно выступили тульский спортсмен Денис Семушкин и его пилот Амич Павел Нечапуренко. В гонке-преследовании и гите с ходу на 200 метров дуэт показал лучшее время. Для Павла, одного из лидеров нашей сборной, привычнее ездить в одиночку. В «Тандеме» перед гонщиком задача стоит сложнее. На «Тандеме» тяжелее гораздо. В том плане, что там два человека. И даже если ты чересчур сильный, ты все равно не можешь показать хорошего результата. Тут важна синхронность езды. Я всем доволен, кроме старта. Стартовый разгон на «Тандеме» – такой компонент очень хитрый, щекотливый. Наградой за победу в Кубке были не только медали, но и возможность попасть в состав национальной сборной по спорту слепых. Ее получили Людмила Торопова и Виктория Гришечко. Они представят нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в Канаде в январе-феврале 2020 года. Редактор субтитров А.Семкин